Ого, Екатерина. Кать, а можно нам вашего подругу? Какую? Ну, тоже администратор. Мы за вас уже все это... Продавшую в сырном разделе. Чувствуете запах, аромат? И через маску мне не чувствуете. А, через маску не чувствуете? Не проникает, она плотная, да? Да нам продать можете все это делать? Мы что-то заимотеризируем, не будем договариваться. Все, все, давайте. А можно пригласить, пускай списывает? Подружку вашу можно? Ну, которая с вами. Ну да. Да, другого. Вы же ассистент? Конечно. Нет, сейчас менеджер выйдет. А, сюда подойдет? А, нет. А нам будет сыр есть? Конечно. Вкусный сыр хороший. Приветствую, знакомый сыр. Нет. Ну, мы бы здравствуйте сказали. Нет, ну, я просто думал, может, где-то там по синей лавочке. Я там нахулиганил. Привет, я думаю. А вы отработаете? Я мерчендайзер. А, пальмонадиком? По коку-коколе. А надо в этот раз хорошо идти, просто. Какая вам нравится? Обычная. Здрасте. 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 Ой, а вы кто? Менеджер? Окружает уже нормально, сколько лет, сколько зим. Светлана, к вам вопрос по поводу ноября прошлого года. Ну, помните эту ситуацию с вашей службой безопасности? Ничего не помню. Ничего не помните? Вам видео показать? Показывайте. Показывайте видео. Блин. Что же он в интернете не выставил видео? Какое видео? Он не имеет права. Я ничего не уставлял, вы что? Ну, конечно. Все вырезали. То есть, наверное, не тут был, да? Вырезали? Да. Нет, наоборот, все вставили. Как ваша служба безопасности пришла и тут нападал на нас. Я не видел никакой службы безопасности. Так далее, команду все отнять у нас, как ваши продавцы, там, пятером, шестером вместе с вами. И вот с вашей подругой Катей. И все это отнимали. Ну, и мы стояли, там, охранник Иван был, Голубев. Да? Да, однофамилец. Иван, я помню, да. Все у нас дружно отнимали. Кокового не было. Не было? Нет. Вот сейчас будет в ролике вставочка с вами. Смотри, что творится. Давай, мы снимаем. Смотри, быстрее, 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 еще быстрее, давайте. Вот это вот все вы видели. Вы же знаете этих людей? Нет, я это видел в интернете. Я их не знаю, да. Вот, вот. Вот этот дядя в синей шапочке. И там еще мужик был такой в зеленой бейсболке. Вы знаете, как такие люди? Не знаете? Не знаю, как Ивана. А? Иван, только Ванечку, знаете, да? Вас показывают говорить. Сейчас покажу. Сними, что там творилось. Ого. Можем повторить сейчас, да? Смотри, как вы. Они сначала потихоньку, потихоньку. Все это. Вот, вот она подходит. Вот у нас справа. Видишь, вот она. Е-мое. Профессионально сработает. Смотри. Почему сегодня так вяленько, что происходит? Вы это видели? Сценарий. Идем. Там все на видео. Это ваши сотрудники. Я работаю. Вот она, вот она. Видишь, вот она. Это не я, это не я. Вот я рыждаю. Сама же его поздно. Это же вы были. Светлана, зачем вы врете? Сколько миллионов фотосмотров? Четыре? Зачем вы врете? Я ничего не вру. Это же вы на видео. Я ничего не вру. Не наврешь, не проживешь, е-мое. Парфер. Побежала. Так, менеджер склада. Так, Оксана, надо вам бежать отсюда, пока не поздно. Да? Время мало остается. Давно вы работаете? Для ноября. Нет, я с апреля. О, едем дальше. Колбаска. Бековская. Произведено 30 апреля. Срок 2 месяца. Бекову это не понравилось. Отойди, отойди. В июне сдохло. Еще 3, да? Я класс не узнал, так не инфекция. Мы стараемся, чтобы ваши покупатели не травились. Стараемся ради вас, чтобы вы не искали, чтобы мы за вас пришли, все нашли и все. Мы думали, что придем здесь. Кровь, экшн, драки, пот, слезы. А что? Неинтересно. Опа, вот это мы ждали, наконец-то. Крыбки приехали. Пивко крыбаньки-то пришло. До 3 мая. Оксан, предлагаю по системе ВДВ. Хоп! Об голову. Об голову кому-нибудь. Еще долго? Долго-долго. Пол телеги есть. Да не, нормально, у тебя пол тележки уже ушло. Сколько нам оставили, столько мы и вскрыли. Мы приходим срок раз в полугода сюда. Могли бы подготовиться, да? Мы звонили, мы звонили, ваши сотрудники, и сказали, что мы придем, предупреди. Два тоже были предупредить. Мы, это как, Юлька что ли зовут, с сырного отдела? Насчет этого, смотрите, здесь маркировки нет, вообще никакой у вас. Там же есть еще такие штуки. Там вон это, видите, кто-то умер в ней. Просто упакована. Муха. Муха уже свернулась, мертвая муха. Полгода назад мы говорили, что состава нет. Зачем вы до сих пор продаете? Больше-то не будем. Не будете? Ну что, в итоге менеджер склада Евроспара на проспекте Героев 72 с помощью ручного терминала все это пил туда и решил списать. С нами не стали спорить, там свежий сыр, не свежий. Там Юля что-то на гастрономии. Опа, вот она, наша красавица. Толь, что про нее говорил. Смотрите, а вы все в сроках, а вы сняли, уже списали. Алексей, это все с вас. Вы даже не проверяйте, вы даже не смотрите. А сыр-то где? А сыр-то где? А там один в плесени был. Какой один в плесени? Это был кучеш. Его было там много очень. Откуда вы принесли вообще? У нас вот сыр лежит. Я пошла переделывать сроки в водности, тут все в сроках. А это что такое-то? Это что такое? У нас весь сыр-то здесь находится, мы никуда ничего не уносили. Вот, он в сроках. Какой срок? Так вот он здесь, вот Оксана все перепроверила, подтвердила. В общем, вы здесь смотрите, здесь все правильно и сейчас все в сроках. Что делать-то надо, я не понял. Унести агата на место. Кого? Сыр. Какой? Чего? Какой? Каево, лишь в плевомах. Кучеш? Да. Так там 12 часов. Все, по времени, е-мое. Он срока, у него срок годности 30 суток. Юль, да это человеческий фактор у вас просто, по работе. После вскрытия и упаковывания 12 часов. Он же скрытый, скрытый. Упаковано. Упаковано. Вот написано. 12 часов, вверх. Ой, вы. Там написано 12 часов. 10 июля. Срок годности вот здесь. Нет, вы профессионалы, я не спорю. Единая Россия плачет где-то, теряет депутата от Евроспоры. Это, не могу сказать, что уважаемые, но ядроцы, заберите Юлию к себе. Профессионально умеет обманывать. Не то, что Оксана. Говорит свежий. А вот еще. Какой срок? 200 суток. 6 месяцев и 20 минут. Да, просрочно скрывай. Юлю, вам надо наградить. Видите, как прям рвет прям за вас. Принесла, фальсифицирует. Поняла, что обманула, убежала. Она думает, можно какой-то сыр там. Там написано 12 часов, 10, сегодня 11. 30 суток, пока-то в закрытом виде-то. Где у нас Пепса? Пепса нет. Вот, ребят, сколько же находимся. Ни ментов, ни мусоров, никого так не подъехало. Хотя, заявление оставляли по телефону, но они не приезжают. Там уж человеческая жизнь, здоровье, ничего не значит в этой стране. Е-мое. Кажется, подносики, подносики. Все подносики, чешок. Нет, птички, мы как работают, помогают. Мы сейчас их утилизируем. Уже, уже утилизировали. Но можно еще раз. Тут сейчас Юлия пришла, вот, Оксана, свидетель. Юлию наградить, я говорю. Девчонка реально прям за ваш магазин прям рвет. Считать не умеет. А можно посмотреть, кто это все будет в контейнер выбрасывать? Пожалуйста, по 10-й стороне. Ну и все, и на этом закончим, дай. Оксан, как нам обойти? С другой стороны. С черного хода пойдем. Пошли с черного. С американского, е-мое. Ага. Девочка какая-то странная здесь ходит. Кому-то все звонит про нас. Какая-то она не такая. Что-то она скрывает. Здесь черный ход. Не знаю. Она туда зашла к ним, в кабинет. Они, походу, там что-то служат, служат безопасности. Да, да. Тут у вас черный ход, выход. Нет, это место для курения. Обходим тухлый спар с тыла. А что, у них контейнер такой, да? А, вот у них тут рампа. Ой, фу, ты вырос меня. Крыса где-то пробежала, е-мое. О, 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 о. Не знаю, видно, нет. Напишите в комментариях, видно, нет. Ждали мы, короче, полчаса, так никто к нам и не подошел. Ну что у нас, где внович? У них светлана там. Катя, куда они сиделись? Сказали же, выведут. И никто не вышел. В общем, ребят, они уже все выкинули. Я не успел. Не успел заснять момент. Они вышли на 2 секунды и выкинули весь мусор. Обломчик. Короче, все тухлятина в этой синей херне. Ну так вот сходили сегодня в магазин. Ждем ментов в шумсе. А, ждем ментов? Привет, думаешь? Да. Причем, ребят, прямо в дежурную часть позвоним. Дежурная часть труп не берет. Мы его номера. Все. Еще раз в полицию звоним. Полиция Романа Суш. Здравствуйте. А я вызывал наряд полиции по адресу проспект Юра 72. Уже час прошел, никто не приехал. Минуты я сейчас соединю вас. Дежурная часть 4-го отдела полиции Богданова. А заявочка была вот на проспект Юра 72. Приедут, не приедут? Какая заявка? Просрочный товар продали. Нужно писать для отправки в Роспотребнадзор. Что писать? Просрочный товар? Да. Желательно участковый, чтобы приехал. 10 минут уйдет времени. А что вы там про время говорите? Ну, сказали, что они подъедут в течение часа. Уже больше час прошел, второй час пошел. Кто сказал? Я вам говорю. А, когда звонили изначально? А вы там проверяли товар просроченный или как? Таким образом выявили просроченный товар? Ну, продали, продали. Ожидаете? Ну, а долго просто скажите? Долго ждать-то? Нет. А предппсники или участковые? Определимся мы сейчас. Просто если предппсники, то нужно все равно участковый, чтобы описать товар. Вы вообще понимаете, что таким вопросом кто занимается? Участковый, сок, дознаватель, да. А с чего вы это взяли? Откуда у вас такие знания? Ну, блин, я уже этим завтра занимаюсь. Попоясник потому, что не мог написать товар. Уже приезжали. Смотрите, если вы занимаетесь этим долго, то вы, наверное, должны вот это свое мнение основываться на чем-то. На каком-то законодательном акте. То есть, либо закон, либо какой-то закон. У сотрудников патрульно-постовой службы нет полномочий описывать просроченный товар для отправляться. Я вообще про полицию вам говорю. А участковый есть? Ну, это что? На чем вы снова учились? Так уже не один участковый приезжал. Нет, это какая-то практика. Да, практика. Приезжает участковый. Я имею в виду, что вы говорите, что должен там именно участковый описывать для отправки в Роспотребнадзор. Вы когда это говорите, вы на чем-то основываете или просто высказываете свою точку зрения? А кто должен просрочку описывать? Я. Ну, вы не отвечаете на вопрос. Вы как бы мне задаете вопрос? Я вам вопрос. Полномочия есть у участкового, СОК или дознавателя по пояснику? Нет, полномочия на что? Описать просроченный товар. Ставить протокол на торговле. А как его описать надо? Высли как? Что там колбаса просрочена на три дня. Детское питание, это 238-й УКРФ. Это опасно для детей. Просрочка, 238-я статья. Чего себе? Я фамилию его с корпоратурой. А вы в магазине, да? Мы находимся около Евроспара. Он мне говорит, зачем участкового вызывать? Зачем вообще я звоню? Водки попить, емко. Короче, на участкового нам в прокуратуру писать. Ожидайте, ожидайте. Сколько ожидать? Когда будет? Ожидайте, к вам приедут. Сколько по времени ожидать? Уже час ожидаем. Ключайшее время. Короче, не приедет никто, да? Вы представьтесь, мы на вас тоже жалобу в прокуратуру оставим. Кто вы? Что вы? Фамилия у меня Богданов. Так, замечательно. Должность, звание. Начальник дежурной смены. Так, понятно. Ну, все понятно, в принципе. Если начальник дежурной смены такой, некомпетентный, то о чем дальше говорить? Ну все, Богданов, готовьтесь. Всего хорошего. Готовлюсь. Готовься, давай. Обиделся. Да никто не приедет, Лег. Все, приехали. В общем, ребят, полицию мы не дождались, поэтому мы решили пойти к ним. Это у нас 4-й отдел полиции на Страш революции 12. Вот мы к Стражам Галактики на Страш революции приехали. Опа. Закрыто. Звони. Вас ожидают полицейские в магазинах. Да, вот что. Да. А что они мне не звонят? Сорвали меня с телефона. Подходите, пока они уехали. Так мы же подойдем, вы нам скажете, а они уехали. Подождут вас. Подождут, да? Обязательно. Где? Около магазина. Прямо уходы, что ли? Сколько их там? Они уходы у вас. Все. Все, сейчас. Ну вот. Ну пойдем повеселимся там. Вам повезло. В общем, ребят, едем обратно в Кухла Спар. Зря приехали. Так, ребята, машинка тут к Спару уже подъехала. Здесь лампы стоят, а где сами-то менты? Вон возле этого. Вот они. А вот они в масках стоят. Здравствуйте. Вы колец обращен? Да, я звоню. Пу-у-у. Патронный поставай его, да? Мы вас ждали больше часа. Так. Вас не было. Так. Мы поехали к вам в четвертый отдел. Дежурный сказал, что вы уже здесь. Дежурный мне заявку передал в 16-20. Спустя 15 минут после моего звонка получается. Понятно. Я сразу, не замедлительно, после очередной заявки выделил в 16-20. Я говорил по телефону, что нужен участковый писать просроченный товар. Была продажа просроченного товара. А вы, подождите, одну секунду, перебью. Вы в отдел полиции ездили? Ну, не зашли туда, ездили, да? А, вы туда не зашли. Нас не пустили. То есть вам непосредственно сюда нужен участковый полномочий? Да, да, я говорил, говорил. Дежурный все это говорил. А это кто приехал? ПП-шники. ПП-шники, оставь им, они передадут участковому. Нет, в тот раз уже приезжали, они ничего не передали. Из Нижегородского отдела. Нет, то, что не передали, надо написать, кто? Они же приезжали. Нет, в другом районе был. Это нормальные ребята должны быть, у них дозор есть. Вы передадите заявление ваше? Он вам оставит заявление, согласен, в 136 приготовлении. Все. Или просроченный товар? Да, был продан. Опасный для детей до 6 лет детское питание. Вы на товарищ лейтенант? Я надеюсь. Товарищ лейтенант. Всего. Нет, я имею в виду, можно сказать, я вам не товарищ. Просто смысл в чем? Я маленько... Передать под ведомостью можете это все? Заявление там? Питание или просто заявление? Там пачка одно питание. Что, одну пачку передадите? Одна единица всего. Не тележка, е-мое. Ребят, от огуши, ну, е-мое. Ваши пацаны придут здесь? Я понимаю, нет. Ну и все. Вообще, как бы, надо тогда, наверное, сок оформлять какую-то бумагу. Вы же не опишите ее? Я ездил. Да, конечно, надо. Я должен изыматься на карту. Давайте сделаем предложение. Давайте сделаем по-другому. Все, все, я услышу. Он вас сейчас заявление вам оставит. Вы его передадите. Его вызовут. Ну, свяжутся с ним. Захотят забрать. Как вещь. Я так понимаю, у вас все зафиксировано. Правильно, правильно. Надо будет видеосъемку предоставить по запросу. И все, и будет всем нормально. А то сейчас участковый уже дать 5 лет. Так, пишите, пожалуйста, бланк заявления. Устная, можно? Тащица, запишите сразу. А то там почерк не поймут. Протокол принятия устного. У меня почерк плохой. Это Богданов вас вообще отвлек. Мы уже к вам туда приехали. К сожалению, у меня бланк устного заявления. С собой нету. Принятие. А у вас участковый сейчас в отделе? Ну, насчет участкового я не могу. Это надо дизайн-часть. Оставляй пацанам. Нормально. Оставь им заявление. Они все равно перепишут. Вы можете передать парамет. Как угодно. Я могу сейчас предоставить бланк заявления. Написание. Он вам сейчас устно все скажет. Протокол принятия устного есть. Захотите, перепишите. С собой бланк устного нет. Почему вы ему не укомплектованы? Почему я не укомплектован? Ну, как бы... Как правило. Потому что страна такая. Они просто закончили. Закончили? Что у вас? Так же распечатать можно. Давайте так. Распечатать все, что угодно можно. Вас как зовут? Меня Илья. Иван. Меня Андрей. Иван, давайте так. Как черновик это можете использовать? Потом по рапорту или как вам угодно передадится. Логично? Сейчас со слов заявителя зафиксируется заявление устное. Не обязательно, чтобы бланк был, правильно? Я могу в рапорте это все отразить. Без проблем. Кто ко мне обратился? Отлично. Отлично, отлично. Что требуется помощи участковому полномоченному, больше я ничего не могу. Если заявление не будьте, рукописные здесь. А рапорт-то он потом куда? С ним свяжется потом? Рапорт, да. Ну и все, нормально. Вы сегодня передадите в дежурку, правильно? Ну и все. Что, сегодня передадут там, делают техники, захотят свяжутся, захотят не свяжутся. В ноябре уже приезжал один участковый, и он отказался даже описывать товар. Он сказал, я ничего не буду делать, это не мои обязанности. Из вашего отдела. Я вам даже сейчас фотографию покажу. Вот это, вы знаете вот этого? Знаете его? Лицо знакомое. Все, в дальнейшую работу будет проводить с вами участковый полномоченный. У вас еще ко мне вопрос есть? Нет. Я могу освободить, ни у кого больше. Все, спасибо. Все, доброе, до свидания. Все, полиция ушла, участковый свяжется. Как всегда, приехали ППСники. Магазин будем привлекать к административной ответственности. Если ролик выйдет раньше, того момента, когда свяжется участковый, то информацию опубликую потом в паблике ВКонтакте. Ссылка в описании. В общем, ребята недавно из Вологды к нам приехали погостить. На денечек. И решили с нами проверить вот этот тухлый спар на проспекте Героя 72. Канал МРСО, Миша Музыкант. Ссылочки на ребята в описании. Там все. Напоследок решили бабушке помочь. Сидит, милосту не просит. Мы решили. Бабуль, пойдем. Пойдем, поесть купим. Пошли. Еды вам купим. Тебе что скажи надо? Хлеб российский, что еще? Пойдемте вместе с нами, покажите, мы вам купим. Ладно, короче, сейчас. Ладно, ждите. Ладно, чтоб не просроченные будут. Ну что, мы попробуем найти, чем-нибудь свежее в этом магазине. До 1 августа свежем. У меня зубы, интересно, есть. Мягкая, наверное. Мягкая, наверное, да. Овсяное жестко будет, дай. Дай вот такое печенье. Потом мы потом купим. Давай такое молоко в этом, да. Ну да, да. Бабулечка нас ждет. Несешь хоть? Смотри, короче, что это печенье, хлеб, лосиски все есть. Все, кушаем здоровье. Пожалуйста. Дай бог вам, короче, невеста. Ой. Да невеста, это ладно. Самое главное, ты не болей. Что ты сидишь, я говорю, вот он, иди. Манейка вот я отручила. Я получила пенсию, ложила, а внук у меня. Забрал пенсию? Я. Ну ты не давала ему больше не ложишь. Я бы не давала, я забыла спрятать. Ну, прячешься, помни. Ну, сейчас уже все. На карточке надо держать. Все, бабул, давай. Все доброго. Иди, иди домой, не сиди. Ребят, тоже покупайте что-нибудь пенсионерам. О, и киска. Киска тоже голодная. Где она шла? Ребят, кормите животных на улице. Всем пока. Друзья, если вы хотите, чтобы мы приехали именно в ваш город, то просто напишите комментарий под этим видео. Мы ждем вас в Самаре, или приезжайте к нам в Ростов. Мы читаем все комментарии и приедем к вам. Обязательно поставь лайк под видео. Тебе не трудно, нам приятно. И нажми колокольчик, чтобы смотреть ролик первым. Всем пока.